Я всем привет! Салем до стар! Как ваши дела? Как ваше настроение? Немного хороших новостей для вас в это воскресенье. Поддержку можете выразить в лайках или комментариях. Ну или, как всегда, реквизиты для донатов на экране. Если вы из Казахстана, если вы из любой другой части мира и хотите поддержать нас, заходите в описание. Ну а мы начинаем! Аллах, Петербург! Казахстанский борец завоевал золото на чемпионате мира. Дарын Аскербек из Восточно-Казахстанской области в 10-55 килограммов одержал волевую победу над американцем Джексоном Патриком Форестом и завоевал тем самым титул чемпиона мира в Италии. Дарын вышел в финал чемпионата мира до 17 лет по вольной борьбе в Риме, где встретился с Джексоном Патриком Форестом из США и одержал волевую победу над ним. Отмечается, что последняя золотая медаль по вольной борьбе для Казахстана была в 2013 году. Отличная новость! Поздравляю, Дарына! Поздравляю, Казахстан! Как известно, вообще казахи традиционно сильны в единоборствах. Шавкат Рахмонов, Арман Успанов, Геннадий Геннадьевич Головкин, Фируза Шарипова, Омгарбаев Кадыргали. Эти все имена знают очень хорошо в мире спорта. И на самом деле, кроме этих спортсменов, есть еще и огромное количество удивительных атлетов, в число которых теперь можно записать и Дарына. Молодец! 17 лет все еще впереди. Желаю удачи и успехов молодому спортсмену Акжол. Ага, Петербург. Женская и мужская сборная Казахстана продолжают выступления на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Казахстанки одержали уже вторую победу на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Обыграли Бельгию со счетом 3-1. Победы принесли Бебисара Асаубаева и Назарике Нургали. А Женсая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи в ничью. 44-я Всемирная шахматная олимпиада проходит с 28 июля по 10 августа в городе Ченнай. Это Индия. В олимпиаде принимают участие более 2000 участников из 189 мужских и 162 женских команд. Это очень хорошие новости. Казахи, как я уже сказал, очень сильны в единоборство. И также, как я уже говорил, что Казахстан это в то же время и шахматная держава. Гроссмейстеры из Казахстана очень сильны. Так что будем следить. И особенно надеюсь, что будем следить именно за успехами. Алга, Казахстан. Алга, Петербург. Иманбек никак не может успокоиться. И теперь он в Торонто. Он выступит на фестивале World Music Festival. Тоже один из самых крутых фестивалей. Буквально совсем недавно он гремел в Бельгии на Tomorrowland. А теперь направляется в Канаду. Да, я уверен, что все в курсе, но на всякий случай скажу, что Торонто это столица провинции Онтарио. Крупнейший город Канады. А фестиваль World это одно из крутейших музыкальных мероприятий не только Канады, но и всего мира. Потому что вместе с Иманбеком на нем выступит Алан Уокер, Армин Ван Бюрен, Маршмеллоу и многие-многие другие всемирно известные имена в мире музыки. И, кстати, там всегда sold out. Точнее, все билеты продаются почти сразу, как выходят в продажу. Присутствием Иманбека на таком мероприятии это, конечно, супер круто. И, в общем, можно уже сказать, что Иманбек окончательно вошел в состав суперзвезд электронной музыки. И если кто-то все еще считает, что его успехи можно назвать удачей, теперь, думаю, есть смысл пересмотреть ваше мнение. Иманбек красавчик. Не перестает удивлять и поражать нас. Ай, молодец! Друзья, на этом все. Буду рад вас видеть в комментариях. Отправляйте эти видео всем друзьям. Не забывайте про лайки. И обязательно скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok